Обнаружить и уничтожить. В Тверской области ведется активная борьба с борщевиком Сосновского. Зелёный паразит с каждым годом охватывает всё большие территории. Остановить его атаку можно комплексно, считают специалисты. Чем опасен борщевик и какие прогнозы дают эксперты, выяснил наш корреспондент. В 50-е годы прошлого века учёные приложили немало усилий, чтобы вывести такой сорт борщевика, который приживался бы в наших широтах. Вообще он предназначался в качестве корма для крупного рогатого скота. Однако, как выяснилось, коровы, которые отведали этого лакомства, дают молоко с горчинкой. Поэтому было принято решение эту затею оставить. Пожалуй, нет в Тверской области муниципалитета, где не прижился бы этот зелёный узурпатор. И с каждым годом он покоряет всё новой территории. Я своё болото хвалю, как тот кулик. Вдруг откуда ни возьмись возник, с*** как борщевик. Эта песня отражает все эмоции владельцев приусадебных участков, которые оказались под атакой жгучего паразита. Под каждым словом композиции готовы подписаться и жители деревни Андрейково Калининского района. Здесь борщевик прописался уже давно. С обочин дороги он переехал в населённый пункт, а затем в заброшенные огороды. Сейчас настойчиво прорывается во дворы. Участок соседний, борщевик распространяется со скоростью света и уже на наших участках начинает расти. Если ему не давать зацвести, а постоянно его косить, через какое-то время он исчезнет. Бороться с ним по-другому невозможно. Почему-то некоторые владельцы участков не спешат брать косы в руки. Так борщевик зацветает и раскидывает по ветру семена на весьма дальние расстояния. Кстати, хозяин домовладения несёт административную ответственность и может заплатить штраф в 3000 рублей. Если он юрлицо, то 50, должностное лицо 20. Бороться с борщевиком сложно, но, возможно, говорят биологи, косить годный метод, но не быстрый и не радикальный. Использование химикатов эффективно, но если вы используете гербициды, то вы уничтожаете и другие растения. В качестве одной из мер борьбы с борщевиком сосновского рекомендуют высевание топинамбура. Топинамбур оказывается достаточно агрессивным и даже более агрессивным, чем борщевик сосновского. Он, правда, не жалит. Борщевик можно и выкапывать, но даже маленький кусочек корня, оставшийся в почве, даст жизнь новому растению. И ещё не стоит выходить на поединок с зелёным агрессором с голыми руками и ногами. Сок листьев борщевика при взаимодействии с солнечным светом вызывает ожоги. Обращений среди борцов с поражёнными конечностями в летний период достаточно. Если есть возможность, то обильно прямо мылом хорошо несколько раз промыть это место. Если нет доступа к воде проточной, то просто промокнуть, не стереть ничего, а именно промокнуть какой-то салфеткой этот сок. Поражённые участки кожи прятать надо от солнца дня хотя бы три. Сок борщевика может вызывать в дополнение к ожогу ещё и аллергическую реакцию. После контакта с соком листьев сорняка необходимо обращаться к врачу. Иначе ждёт долгое и трудное лечение. Оградить россиян от встречи с ожгучим паразитом должна активная компания по борьбе с борщевиком. В Тверской области этот вопрос поднимался на заседание регионального правительства весной этого года. Здесь должен быть задействован целый комплекс мер. Работа вся будет направлена по этому борщевику на конкретные результаты. Мы каждый год будем подводить итоги в разрезе муниципальных образований. И, конечно, очень важно, чтобы в этой работе приняли участие все наши дорожники, которые должны очищать придорожную полосу. Это владельцы сельхозучастков, это главы муниципальных образований, это руководители муниципалитетов. Вообще покос борщевика ведётся ежегодно, но этого стало недостаточно в связи с его активным ростом. С 1 мая идёт выявление зарослей борщевика. На площади более 40 гектаров сорняк уже уничтожен. Активно идёт работа в социальных сетях. Была создана площадка «Победим борщевик вместе» Тверская область. А на сайте сообщества «Антиборщевик» размещена карта мест произрастания. Любой пользователь может присоединиться к её заполнению. А в муниципалитетах проводятся экологические субботники при участии местных жителей.